Сотрудничество государства и бизнеса. Сегодня лечение в амбулаторном гемодиализном центре НЕФРОССК получает 26 североказахстанцев. Открылась лечебница в Петропавловске весной этого года благодаря частным инвестициям. С пациентами центра пообщалась наша съемочная группа. В лечебном отделении диализного центра стерильная чистота. На стене методичка для проведения процедуры. После месячного обучения в российских клиниках данный свод правил работники центра знают наизусть. Врачебный стаж Ирины Зыряновой 6 лет. С мая этого года работает в амбулаторном гемодиализном центре НЕФРОССК. Сестра нажимает только нужные клубки и аппарат безопасен, потому что он оснащен специальным автоматическим управлением, что если что-то идет не так, он просто отключается и диализная жидкость идет в обход пациента, то есть не касается ни мембраны. Наш центр находится на территории третьей городской больницы, что очень удобно тем, что у нас есть все отделения и пациенты, которые вдруг нуждаются в какой-то помощи, они могут ее сразу получить. Работу диализной центра НЕФРОССК начал в мае. Всего в Казахстане таких два. Второй открыт в Талдыкургане. На создание медицинского учреждения направили 27 миллионов тенге. Это средства инвесторов. В России целая сеть подобных клиник. Там функционирует 80 центров НЕФРОЛАЙН. Создание филиала в Казахстане стало возможным благодаря поддержке государства. Благодаря программе нашего президента Нурсултана Амбишевича Назарбаева вот сейчас стали открываться такие центры. Это в общем-то очень хорошее подспорье и для больных, и для медицинского персонала. Во-первых, это и рабочие дополнительные места, и дополнительные диализные места для больных, что в свою очередь больным очень помогает, потому что они имеют в настоящее время за собой выбор права, в каком центре проходить лечение. Работает диализный центр с 8 часов утра в две смены. Установлено 8 аппаратов немецкой сборки, детали японского производства. В день получать лечение могут 16 больных. Оксана Костина лечебницу посещает с момента открытия. До этого принимала только препараты. С мая месяца я начала принимать диализ, стала ходить, и намного лучше себя стала чувствовать, меньше проблем с дыханием. Ну, тем не менее, здоровье намного лучше стало. Проводить процедуру диализа пациентам с хронической почечной недостаточностью необходимо три раза в неделю. Длится она четыре часа. Стоимость одной – 26 тысяч тенге. Благо, что лечение пациентов оплачивает государство. Когда центр только открылся, процедуру диализа проходили 16 североказахстанцев. Сегодня лечение получают 26 больных. Всего в настоящее время хронической почечной недостаточностью в Северном Казахстане страдают порядка 70 человек. Ирина Панфилова, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК.